Друзья, приветствую! Игорь из Московской области прислал посылку с образцами масла Stealth Magistral 530. Это масло для коммерческой техники. Значит, это уже второй образец данного масла из данного автомобиля. Я так понимаю, свежее из 20-литровой канистры, большой. Описание масла это дизельный volkswagen tiguan 150 сил и условия эксплуатации. Свежее проверять не буду, потому что из этой же канистры создавался эталон, поэтому сразу проверю отработку. Смотрите, пробег общей автомобиля 105 тысяч километров, пробег на масле 15 тысяч километров. Эксплуатировалась с октября 2021 по июнь 2022. Объем масляной системы 6 литров и топлива Газпром нефть. Противоизносных присадок 93%, гликоля нет, нитрование на приемлемом уровне, высокая достаточно сажа 1,03%. Много сажи, ну и пробег в принципе 15 тысяч, не маленький. Так, вместе с сажей попадает противоизносная присадка, повышает сильно из топлива, повышает кислотное 4,67 и 7,3 щелочное. То есть запас еще есть у масла. Вот масло живое, но вот единственный пункт, который подсветился желтым, это кислотное. Но это присадка из топлива. Так, сейчас покажу вам вязкость, что произошло с вязкостью. Да, интересный момент. В прошлом тесте на пробеге 10800 километров Игорь заявил, что доливка была 1,7 литра. В данном случае доливки нет. Очень странная картина, честно говоря. Почему, куда пропал расход масла? Сейчас посмотрим, может быть, вязкость нам ответит на этот вопрос. Да, интересная картина. Смотрите, масло разжижилось на две трети, подошло уже к желтому полю. То есть, скорее всего, здесь есть попадание топливого масла. Возможно, оно и компенсирует уровень, значит, который подъедает мотор. Ну, тем не менее, желательно, чтобы Игорь, конечно, в комментарии прояснил ситуацию с доливкой. Да, не забудьте, пожалуйста, отметить видео, подписаться. Кто не подписался, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить уведомления о новых видео. И вот такой у нас получился, значит, прогноз. Моточасы не указаны, средняя скорость тоже относительно, слишком большая вилка от 28 до 36. Ну, кстати, средняя скорость высокая, но, тем не менее, слишком большая дельта и не стал я учитывать. Значит, моющие нейтрализующие свойства 21 600 километров, вязкость 21 400 километров. Так, и результаты первого анализа. Посмотрите, здесь на 4800 километров больше был. Моточасы можете не смотреть, потому что там тоже была вилка, и я средняя арифметическая взял, то есть это тоже не совсем корректные 733, не совсем корректные данные. Казалось бы, разница большая, 4800 между образцами, но в первом варианте была доливка 1,7, а объем картера 6 литров. В данном случае нет. То есть, если на самом деле расхода не было вот в этом, значит, на этом интервале, то ресурс масла в данном автомобиле и в этих условиях получается 21 тысячи километров. При условии, что мы доливаем достаточно существенный объем, там порядка, сколько это у нас получается, 27-28 процентов, то, естественно, на этот объем у нас практически подрастает ресурс. Вот, здесь нельзя говорить о том, что там зимняя и летняя эксплуатация, потому что масло эксплуатировалось, получается, сколько у нас, 8 месяцев, ну и в эти 8 месяцев и попала и зима, и лето, и весна, и осень, и осень практически все. Вот, ну такой вот получился результатик интересный. Да, значит, в описании будет ссылка на страницу с этим маслом. Масло, бренд принадлежит, права на масло принадлежат масломаркету, а сам товарный знак зарегистрирован каким-то ИП из Омска. Ну, вот как-то так. Вот, не знаю, какие он присадки там использует, но одно наблюдение. Значит, на мой взгляд, состояние и конструкция мотора важнее, чем, наверное, даже используемое масло. Я тут проверял на днях масло из Минска. Второй раз, значит, первый раз я проверял Castrol, есть, кстати, видео, и сейчас человек Юрий прислал мне Neste Pro. Масла разные, автомобиль один и тот же, а результат очень похож. Так что вот, вот так, вот такая картина. Ну, что можно сказать? Дизель отлично работает, за исключением сажи. Сажи надо посмотреть, или сложные какие-то условия были, или все-таки что-то есть чуть-чуть по топливной. Ну, сажи многовато. Более процента, вот, на мой взгляд, честно говоря, многовато. Благодарю Игоря за предоставленные образцы, за поддержку канала. Всех, кто посмотрел данные видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.